Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать сегодня на нашем заседании общества. Хотелось бы предоставить вам сообщение по применению отологичных дендритно-клеточных вакцин у больных сарковыми мягких тканей, нагруженных аллогенным опухолевым лизатом, экспрессирующим раково-тостикулярные антигены. Как было сказано в предыдущем докладе, это редкая группа заболеваний сарковыми мягких тканей. В среднем заболеваемость сарковыми составляет 2,7 человека на 100 тысяч населения. Ежегодный прирост заболевших ориентировочно около 12%. Эффективность химиотерапии в первой линии от 20 до 40%. Стандартной химиотерапией является химиотерапией с включением доксорубицина и фосфамида. Добавление фосфамида увеличивает медиану времени до прогрессирования, не влияет на общую выживаемость больных. Препаратом для лечения второй линии химиотерапии является препарат Ендолес, которым был предыдущий доклад. Другой химиотерапии в качестве лечения больных сарковыми мягких тканей не существует. Второй и третьей линии можно применять любой цитостатики, согласно рекомендациям европейского и американского общества онкологов. Наш случай – это мы проводим исследование аутологично-дендритно-клеточной вакцины, нагруженных аллогеном, опхолиом, лизатом, экспрессирующим раково-цикулярные антигены, такие как МЭИЧ, НИИСО и другие раково-цикулярные антигены. Как мы знаем из литературных данных, экспрессия раково-цикулярных антигенов есть во всех опухолях. В норме она экспрессируется в яичке и эмбрионе. В среднем экспрессия раково-цикулярных антигенов не превышает 20-30%. На данном слайде вы можете посмотреть результаты определения экспрессии НИИСО и МЭИЧ-А3 у больных сарковыми мягких тканей на нашем материале. Экспрессия НИИСО-1 встречалась в 20% случаев экспрессии МЭИЧ-А3 в 27%. Для чего мы делаем изучение этой экспрессии? Как мы знаем, НИИСО-1 – это высокоимоногенный антиген, который был впервые получен, и его экспрессия была выявлена у больных меланомой. И в ряде случаев показывает спонтанный регресс у больных с высокой экспрессией НИИСО показаны спонтанные регрессы. Мы взяли эту теорию за основу и разработали аутологичную дендритно-клеточную вакцину, нагруженных аллогеном оккулемлизатом, который был у нас изучен, описан, и который экспрессирует определенные раково-цикулярные антигены, которые в своем составе содержат более 35 таких антигенов. И разработан дизайн исследования. Больные после операции проводят молекулярно-генетическое исследование. Молекулярно-генетическое исследование проводится в нашей лаборатории на экспрессию НИИСО-1 и МЭИЖ, МЭИЖ-А3. После прогрессирования заболевания больные получают стандартно первую линию химиотерапии, с включением антрациклиновых антибиотиков обязательно и дополнительным исключением и фосфамида. При прогрессировании после первой линии химиотерапии больные включаются во вторую линию, где они получают дендритно-клеточную вакцину. В наше исследование на данный момент включено 9 больных. Режим вакцинации, инициирующая стадия, это 1 раз в 2 недели, далее 1 раз в 21 день, и затем каждые 28 дней. Всего для данных больных запланировано по 14 введений в течение 1 года или до прогрессирования заболевания. Как и было сказано, вторая линия химиотерапии низкоэффективна для данной категории больных. На данном слайде представлен медианное время до прогрессирования у больных, получающих химиотерапию, зеленая ветка, и дендритно-клеточную вакцину. Как мы видим, данные статистически недостоверны. Медианное время до прогрессирования у больных, получающих вакцину, составляло около 5 месяцев. У больных, получавших химиотерапию, не превышало 3. Однако химиотерапия вызывает ряд токсических эффектов. И, как мы знаем, что каждая последующая химиотерапия вызывает более серьезные осложнения. Дендритно-клеточная вакцина при введении данным больным показывала только осложнения первой степени, которые не вели к прекращению исследования. Конечно, можно задаться вопросом, как можно сравнивать 9 больных и 32. Однако, и как можно считать, почему химиотерапия хуже, чем дендритно-клеточная вакцина? Такие больные, которых мы выбирали, вот на данном слайде показано время до прогрессирования в месяцах у каждого больного. Для каждого больного мы изготавливали свою индивидуальную вакцину. Каждому больному, каждый больной подбирался с тем учетом, что у него было наличие определенных антигенов в экспрессии. И, естественно, что это инициирующее исследование, оно будет продолжаться дальше, но даже эти данные показывают то, что данная вакцина может быть эффективна у больных саркоми и тканей во вторую линию лекарственного лечения. Мы не добиваемся каких-то регрессов ни частичных, ни полных, мы добиваемся стабилизации заболевания. Дальше я представлю вам случай, который это характеризует. И как мы видим из графика, стабилизация заболевания у больных, превышающих шестимесячный период, была в четырех случаях. То есть в шесть месяцев обычно прогрессирует около 70% больных на фоне стандартной химиотерапии второй линии. Клинический случай, который показывает эффективность нашей вакцины, это мужчина 50 лет обратился к нам с хондросаркомой мягкотеканей правой голени. Ему проводилось комплексное лечение 2009-2011 года, дальше прогрессирование заболевания. И с ноября 2012 года он получал у нас вакцину. Как мы видим, у него достаточно длинная история заболевания. В 2009 году ему провели ампутацию правой нижней конечности. В мае 2010 года, практически через год, выявили метастазы в легких. Была проведена нормотермическая перфузия легкого, метастазы эктомии из легкого. В октябре 2011 года дальнейшее прогрессирование заболевания с диссеминацией по легким. В ноябре 2011 и февраль 2012 больному проведено 4 цикла стандартной химиотерапии по схеме МЭЙД. Как я говорил раньше, эффективность этой химиотерапии 20-40%. Максимальный эффект от этой химиотерапии был стабилизация заболевания. В апреле 2012 года больному проведена метастазы эктомии правого легкого. был верифицирован метастаз кондросаркомы, однако был высокий уровень некрозов. В связи с этим пациент остался под наблюдением. В сентябре 2012 года у больного вновь прогрессирование заболевания, появление новых метастазов в легких. И с ноября 2012 года больному начата терапия аутологичной дендритно-клеточной вакцины. Последняя операция больного 27 октября 2014 года, ретро-котомия слева и кровевая резекция верхней доли левого легкого, подтвердила наличие у больного метастаза хондросаркомы в верхних долях левого легкого. Эту операцию данному больному мы сделали только с той целью, что уже ему на данный момент проведено 29 введений аутологичной дендритно-клеточной вакцины и не отмечено прогрессирование заболевания. Ряд специалистов высказали вопросы по поводу эффективности данной вакцины и в принципе наличие у данного больного действительно диссиминированной хондросаркомы. Выполненная операция подтвердила, что действительно у данного больного имеется хондросаркома с метастазами в легких. На данном слайде показана динамика заболевания, это вот январь 2013 года по мае 2014. Эти метастазы были удалены и в апреле месяце у больного данная картина. Эти изменения характеризуются как постоперационные и в настоящий момент те очаги, которые мы наблюдаем, они также стабильны. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них ответю. Спасибо большое за доклад. Известно, что большинство опухолей не иммуногенные, поэтому нет иммунитета. Но вот не ясово сказать, это при меланоме, по-моему, при опухоле пищевода. Там при меланоме, при опухоле пищевода, при опухоле легких. И при молочной железе. И какие-то ведутся, там, скажем, разработки по увеличению иммуногенности, не только через динамики, другие механизмы. Потому что, скажем, при молочной железе, я знаю, что он пытается. Есть формы, там, допустим, так называемый медуярный рак, когда, казалось бы, опухоль распространенная, там, Т3, а от лечения очень благоприятные. Значит, образуется какой-то гимфоплазмоциарный вал вокруг опухоли, и даже, как бы, заведомо полиогибная операция, очень длительная продолжительность жизни. Как правило, у них, вот, если так вот, неисок, позитивный, то есть они, в принципе, иммуногенные. А есть ли какие-то, вот, в отношении сарком такие разработки, кроме вот того, что Вы сказали, в этом направлении? Сейчас действительно проходит ряд клинических испытаний не у нас в стране, по изучению вакцин при определенных типах сарком миокеткани. Да, в наше исследование это была группа больных с разнообразными подтипами. У сарком миокеткани это более 75 подтипов, и, соответственно, их, наверное, иммуногенность различается. Вот при у больных с конкретно сенвиальной сарком миокеткани изучается применение вакцины на основе СИТ-ССХ антигена. То есть это официальная вакцина, которая сделана в лабораторных условиях, и, соответственно, это уже определенная лекарственная форма, можно сказать. Проходят такие исследования, действительно, они показывают свою эффективность, но, опять же, в этих исследованиях включено малое количество больных, то есть там до 15 человек, то есть те результаты, которые сейчас есть. Поэтому атака иммунотерапии, естественно, изучается, изучается и СТЛА-4 антигена, то есть они сейчас везде изучаются, поэтому тоже как в качестве иммуногенного агента.